Продолжение следует... Шутка? Шутка. Новички не могут понять, чем захлеб отличается от брызгов носа. А бывалые самогонщики не могут разобраться, в чем различие между нижним и верхним захлебом. Приветствую вас, братья самогонщики. Сегодня я вам все расскажу, все покажу. Мы разберем эту тему и закроем ее полностью. У себя на канале, во вкладке сообщества, я практически каждый день провожу сейчас какие-то опросы. Мне интересно знать, что самогонщики думают по тому или иному вопросу. Не так давно я проводил опрос по теме захлеба. И оказалось, что самогонщики про захлеб мало что знают. И поэтому первые два опыта я посвящу именно захлебу. Покажу вам, из-за чего захлеб развивается и какие виды захлеба бывают. Для своего эксперимента я буду использовать вот эту стеклянную царгу, чтобы все процессы были визуально видны. Конечно же, буду контролировать еще захлеб с помощью манометра. Видите, он у меня подсоединен вот к такой короткой царге. Ну и естественно, эта трубочка будет стоять вот так вниз, чтобы флегма не затекала. В качестве дефлегматора у меня будет выступать проходной холодильник Демрота. Будет у меня также и диоптер еще стоять сверху на стеклянной царге. Ну и понятно, есть у меня определенное количество СПН. И есть у меня вот такие электронные весы. И сейчас я на них взвешу царгу. Для чего это нужно? А для того, чтобы потом можно было ориентироваться, сколько же СПН насыпано в царге. У меня СПН-ка 3,5 на 3,5 и 1 литр этой СПН-ки равен 1 килограмму. Видите, царга весит ровно 5 килограмм. Давайте вам это покажу. То есть это будет и вам интересно, сколько СПН-ки в царгу набил. Ну и мне, чтобы легко было ориентироваться. Все, вот 5 килограмм весит пустая стеклянная царга, состоящая из двух секций и клампа. Я измерил длину царги и оказалось, что она не 1 метр, а 950 миллиметров. Давайте покажу вам сейчас. Вот видите, 90-95. Поэтому буду рассчитывать, исходя из этой длины, количество насадки, которую нужно будет в эту царгу загрузить. По калькулятору я рассчитал объем СПН-ки, который нужен для этой царги. Получилось 1 литр 700 миллилитров или 1 килограмм 700 грамм. Дело в том, что есть, конечно, всякие коэффициенты и поправки на разную СПН. Но вот СПН размером 3,5 на 3,5 и сделанной из проволоки 0,25 как раз-таки точно соответствует 1 литр 1 килограмму. В качестве нижнего опорного пыжа буду использовать рулон РПН. Видите, 2 сантиметра высотой этот пыж у меня всего получился. Свернул я его так, чтобы только через него СПН-ка не просыпалась. Сейчас устанавливаю его вниз, вот сюда, и дальше делаю загрузку насадки. Ну и, естественно, потом вам все покажу со взвешиванием. Один наш коллега сказал, что если СПН загружать и утряхивать, то есть, допустим, вы немножечко засыпали и встряхиваете, то нижняя СПН в конце концов сомнется, спрессуется, и это будет провоцировать захлеб. Я не знаю, откуда он это взял. Возможно, когда-то у него был опыт с какой-то многогранкой, которая была сделана из какой-то тонкой проволоки. Вот там, да, действительно. У меня как-то была эта многогранка, сделанная из тонкой проволоки. И, действительно, она спутывается, она сминается. Я ее никому, честно, не рекомендую. Вот эта СПН-ка, липецкая, классика, как я уже сказал, 3,5х3,5х3,5х0,5х0,5х0,5х0,5х0,5х0,5х0,5х0,5х0,5х0,5х0,5х0,5х0,5х0,5х0,5х0,5х0,5х0,5х0,5х0,5х0,5х0,5х0,5х0,5х0,5х0,5х0,5х0,5х0,5х0,5х0. И ничего не сминается, ничего не спрессовывается. Кстати, в крайнем видео я говорил, что у Селиваненко колонны 300 мм, высотой 5-6 метров. И люди меня не поняли. Они говорили, как, у Селиваненко же колонна 75 мм, 3-х дюймовая, что ты мелешь? Я, конечно же, говорил не про ту колонну, которую продает сын профессора Селиваненко. Я говорил про те колонны Селиваненко, на которых он профессионально работает. И вот в которые он СПН загружает методом утрамбования гири. Ну, я опять-таки объяснил, почему это. Представьте, колонна 300 мм, диаметр 5-6 метров высотой. Как методом утряхивания можно загрузить СПН? Не знаю, может быть, к своей бою там эту колонну как-то присобачить и своей боем встряхивать. Не знаю, понятно, что Селиваненко изобрел свой способ и свой метод. Так, сейчас все загружаю и потом покажу вам. Загрузил в Саргу расчетные 1,7 кг СПН-ки. И посмотрите, что у меня получилось. Видите, не хватило, наверное, еще сантиметров 10. Причем, как вы видели, я утряхил очень не сильно. Буквально 3 легеньких удара в пол. Ну что ж, сейчас досыплю вот это остальное расстояние. И потом реально скажу, сколько же СПН-ки мне понадобилось. Я досыпал СПН-ки в Саргу до самого верха. И давайте покажу вам, что показывают весы. Ну вот весы показывают 7 кг. То есть Сарга весила 5 кг на этих весах. И показывают, что я туда досыпал 2 кг СПН-ки. Хотя я СПН-ку взвесил вот на этих весах. И здесь они показали 1,9 кг. Ну, возможно, вот эти вот весы на 100 кг привирают. Поэтому будем считать все-таки, что в Сарге 1,9 кг СПН-ки. В итоге, чтобы набить мою вот эту 2-дюймовую колонну высотой 950 мм, мне понадобился 1,9 кг СПН-ки. И набивка, как я сказал здесь, очень такая слабенькая. Я просто засыпал небольшими порциями через воронку и немножечко утрамбовал. Совсем немножечко. Сейчас ставлю Саргу на куб и проводим первый эксперимент. Давайте покажу вам, какую конфигурацию собрал. Ну и сразу же параметры, потому что колонна у меня вышла уже на режим. Итак, куб от самогонного аппарата ВН6ПРО. В нем примерно 12 литров спирта сырца. Спиртуозность обычная 30. Поставил, конечно же, манометр. Кроме стеклянных Сарг будем еще по прибору за давлением. Так, ну вот, манометр сейчас показывает в данный конкретный момент 8 единиц. Так, две стеклянные Сарги. Общая высота 950 мм. В Саргах, как вы уже знаете, 1,9 кг СПН-ки. Три с половиной на три с половиной. Пролка 0,25. СПН-ка липецкая. Дальше поставил диоптер. И выше стоит у меня в качестве дефлегматора холодильник демрота. Это, кстати, от Александра Рожко произведение. Он довольно-таки мощный. 50 сантиметров высотой. Ну, он вставлен просто в Саргу 70 сантиметров. Поэтому вот так внушительно высоко выглядит. Так, давайте теперь покажу, что мне удалось настроить. Подаваемая мощность 2 кВт. Вот для колонны двухдюймовой 2 кВт. Это та мощность, на которой колонна должна работать и не должна захлебываться. Если у вас мощность там 1800 и ниже, и при этой мощности колонна у вас захлебывается, ну, здесь нужно сразу же начинать проверять нижний пыль, что есть дело 100% в нем. Так, давайте покажу вам, что показывают датчики температуры. Вот 26,8 – это датчик стоит в верхней точке демрота. 57,5 – это температура воды на выходе из демрота. Так, теперь давайте осмотрим хорошенечко колонну, чтобы убедиться, что нигде никакого захлеба нет. И давайте начнем снизу. Внимательнейшим образом сейчас все это посмотрим. Так, давайте, знаете, даже я как вам покажу. Вот так, наверное, вам попробую показать. Нет, так все-таки, не знаю, даже хорошо или нет. Так, ну, вот смотрите. Видите, вот здесь в нижней части ничего не захлебнуто. Видите, все чисто. То есть, когда будет захлеб, это будет вот прям очень хорошо видно. Давайте попробую еще без фонаря вам это все показать. Видите, нет никаких ни малейших следов. Поднимаемся выше по царге. Смотрим внимательно. Вот смотрите, видите, неплотная набивка. Хотя, вроде, СПН набито больше, чем по расчету, по калькулятору я сделал. Но видно, что СПН набито с такими вот пропусками. То есть, нужно, конечно, набивку делать более плотную. Потом я сделаю более плотную набивку. Так, все, видите, вот вся царга, нигде никакого захлеба нет. Все, в диоптре чисто, вся царга чистая. И теперь, сейчас я подам, ну, давайте я подам 2,5. Это та мощность, на которой я знаю, что колонна гарантированно захлебнется. И мы посмотрим, как будет развиваться захлеб, откуда он пойдет. Включил 2,5 киловатта. Температура в верхней точке 27,5. Температура на выходе воды 58,5. И давайте вам покажу, во-первых, что показывает манометр. В первом случае манометр показывал 8 единиц. Сейчас, как вы видите, сразу же показывает 20 единиц. И давайте смотреть, откуда захлеб пошел. Все чисто, видите, ничего нету. Вот, внизу нет никакого захлеба. Поднимаемся по царге выше. Вот смотрите, вот здесь есть такой небольшой локальный захлебик. Не знаю, видно вам на камере нет, но вот здесь есть небольшой локальный захлебик. А откуда же захлеб начинается такой, скажем так, конкретный? А начинается вот отсюда. И теперь смотрите, сейчас он у меня уже пошел в диоптер, видите? Вот, вот он захлеб, его очень хорошо видно. И вот он у меня уже, вот он в диоптере показался. Понимаете? Захлеб из-за повышенной мощности начинается не снизу. Он начинается примерно с середины царги и вверх поднимается. Давайте еще раз покажу вам. Вот он, видите? Вот захлеб. Очень хорошо все видно. Я вам еще давайте фонарем подсвечу, чтобы вы хорошо все увидели. То есть вот это очень важно понимать, откуда идет у вас захлеб. Вот он, видите? В принципе, он не опускается вниз. Видите, вот здесь все чисто. Ну вот, как я сказал, вот здесь есть какой-то небольшой локальный захлеб. Такое бывает. А вот здесь внизу все абсолютно чисто. Никакого захлеба. Давайте прожектором еще раз подсвечу вам. Должно быть хорошо видно. Видите? Ничего нету. Поднимаемся дальше. Конечно, камера плохо работает на свет, но тем не менее. А давайте вот сюда вам просвечу, где есть захлеб. Ну, вот видите, здесь его очень хорошо видно. То есть понимаете, да? Вот здесь он у меня уже конкретно идет. Но ничего страшного. Смотрите, вот хороший такой захлеб. А демрот температуру держит в верхней точке 28,1. Ну, потому что, во-первых, я сказал, что он довольно-таки высокий. Царга 70 сантиметров. Он 50 сантиметров. То есть он способен температуру очень хорошо держать. Вот если бы на его месте сейчас поставить вот этот кожухотрубник, все, тут бы уже сразу же спиртовая баня организовалась. Демрот способен выдерживать вот такую критическую нагрузку. Теперь смотрите, что нужно сделать. Вот перед каждой ректификацией нужно таким образом захлебнуть колонну. А после захлеба колонны тены нужно отключить. Для чего это нужно? А это нужно для того, чтобы вот эта вся флегма, которая вот сейчас здесь скопилась, да, вы выключите тен, она будет опускаться по царге с самого верха и до самого низа. То есть она очень хорошо смочит всю насадку. Если просто вот сейчас попробовать включить 2 киловатта, да, захлеб он потихонечку-потихонечку уйдет, его не будет. Хотя, знаете, могут образоваться вот такие локальные зоны захлеба, которые я вам показывал. Да, это иногда случается. Я это наблюдал как раз-таки на стеклянной царге. Но вот если 2 киловатта, как я сказал, включить захлеб, потихонечку уйдет, нижняя часть царги, вот эта насадка, она останется так и не смоченная хорошенечко. А перед ректификацией нам очень важно смочить всю насадку. Поэтому поступаем так. Это я включил, видите, аварийное выключение. Сейчас этот захлеб уйдет. Ну, захлеб был довольно-таки длительное время, поэтому, конечно, флегмы здесь скопилось очень много. То есть она уже там поднялась куда-то вот сюда, естественно. И, ну, если захлеб не остановить, в конце концов, какой бы у вас там мощный не стоял дефлегматор, какой бы мощный демрот не стоял, все равно флегма будет скапливаться. И в конце концов в трубочку теса она вылезет. Вот видите, видно, как флегма, вся флегма, видите, скатывается. Вот она. Видите, она будет скатываться по всей царги сюда вниз. И всю царгу, всю насадку в царге очень-очень хорошо промочит. Так, ну, посмотрите, все, захлеб ушел. Вот манометр показывает по нулям. И теперь давайте я вам еще один интересный эксперимент покажу. А что будет, если вот врубить просто максимальную мощность? Ну, допустим, я сейчас включу сразу 6 кВт и посмотрим, где будет захлеб. Так. И вот таким образом. Смотрите, включил 6 кВт. Давайте за диоптером вот понаблюдаем. То есть сразу же максимальная мощность. Ну, конечно, чтобы с таким экспериментировать, надо, чтобы ваш дефлегматор с 6 кВт справлялся. Видите, сразу же, сразу же здесь начал образовываться захлеб. То есть огромное количество пара, пар сразу же поднимается. И вот всю флегму, которая здесь стекает, прямо начиная с пыжа, он ее сразу же подвешивает. Все. Вот здесь, видите, ничего, никакого захлеба. Сейчас я выключу. Так, видите, никакого захлеба нет. Сразу же пар поднялся в самый верх диоптера. Ну, вот такое может быть только, когда вы включите такую сразу повышенную мощность. Ну, разумно ли так поступать? Нет, конечно. Если вы купили, допустим, двухдюймовую колонну, то знайте, что вот 2,5 кВт это будет у вас уже захлеб. И поступают обычно так, как настраивают. Вот включают 2 кВт, видят, никакого захлеба. Поработала колонна, допустим, 20 минут. Дальше повышают на 100 Вт. 2,100 Вт включают. Еще дают колонне поработать 20 минут. То есть видят, допустим, никакого захлеба нет. Еще добавляют 100 Вт. 2,300 Вт. 20 минут работает, оп, появился захлеб. Все, значит, 2,200 это та предзахлебная, или как Селиваненко еще говорит, пропускная способность колонны. От нее отсчитываем 80%. Вот в прошлом видео про Люкстайл 8 я про эти 80% рассказывал. И, знаете, вот поражаюсь я, конечно, нашим людям, которые, не знаю, либо отупели, либо они просто этого не знают. Я вот в математике не силен. Школу давным-давно закончил, более 30 лет назад. Ну, если я что-то не знаю, я в интернет лезу. Там вроде как все калькуляторы сейчас есть. Ну, вот люди писали такую чушь, что 80% от, допустим, 3,200 кВт, это надо 3,200 минус 80. Ну, и кто-то предлагал умножить, кто-то предлагал поделить. Ни один человек не смог рассчитать, сколько же будет 80% от 3,200. Давайте на всякий случай вам скажу. Вот я, допустим, определил, что моя пропускная способность колонны 2,200. 2,200 делю на 100, умножаю сколько ватт на 1%. И потом это умножаю на 80% и получаю свою рабочую мощность и в дальнейшем на ней работаю. Так, ну, захлеб не уходит, потому что 2,500 у меня включено. Аварийную сигнализацию включу, сейчас захлеб уйдет. Итак, сейчас мы, знаете, еще проведем интереснейший эксперимент. Это эксперимент с переохлажденной флегмой. То есть поступлю я так. Видите, вот сейчас флегма не переохлаждается, с ней все нормально, как я показывал вам, 57 было на выходе вода. Все, так и будет, ничего не убавляю. И поступлю следующим образом. А сейчас я постараюсь максимально включить воду, чтобы димрот ее максимально расходовал. И на 2 кВт мы посмотрим, спровоцирует ли это так называемая холодная флегма захлеб. Или не спровоцирует. Дело в том, что у меня большие сомнения, что вот димрот будет переохлаждать флегму. Смотрите, перед царгой у нас у всех стоит, ну, у кого-то стоит диоптер, у кого-то нет. У всех стоят узлы отбора, допустим, по жидкости. И подумайте сами. То есть вот температура в царге практически там 78 градусов. Узел, если он здесь стоит, он, естественно, нагревается паром. Сначала флегма сливается в него, в разогретый паром узел. А он разогревается до 78 градусов. А потом уже эта флегма попадает на насадку. Вот здесь, видите, никакого узла отбора нет. Но вот расстояние это в 20 сантиметров. Здесь флегма не льется под каким-то огромным напором и огромным потоком. Ну, есть небольшой поток флегмы, которая там стекает по стеклу диоптер или где-то посредине там льется. То есть, ну, естественно, что пар успевает ее нагреть. Про какую переохлажденную флегму обычно ведут речь, мне это не очень понятно. Давайте это, наверное, в следующий раз я выясню. Просто я поставлю какой-нибудь кожухотрубный холодильник короткий, в него опущу просто датчик и буду замерять температуру флегмы, допустим, переохлажденной и не переохлажденной. И посмотрим, что будет. А вообще, если как бы подтянуть сюда за уши теорию, есть второй закон термодинамики. А он гласит, что одно тело остывает, а другое тело нагревается. То есть, если здесь флегма холодная, а здесь идет пар горячий, то это все будет выравниваться. Так, все. Давайте сейчас настрою эту переохлажденную флегму и посмотрим, спровоцирует она захлеб или не спровоцирует. Попалось мне на ютубе видео от доктора градуса, как там человек экспериментировал вот с этим захлебом от переохлаждения флегмы. Значит, он сделал так. Царги у него были непрозрачные, обычные, ничего там не было видно. Не помню, манометр был, нет. По-моему, манометра тоже не было. Он сделал так. Настроил колонну, сказал, смотрите, она не захлебывается. Кстати, она у него могла работать только на 1750, а это значит, у него проблема с нижним пыжом. На 1850 он ее захлебнул и включил такую подачу воды, то есть расход воды. То есть начал говорить, что, ну вот видите, эта холодная флегма, она и спровоцировала захлеб. Ну, полностью бредовый опыт. Давайте вот сегодня я вам покажу, спровоцирует ли вот эта холодная флегма, так называемая, захлеб или не спровоцирует. Я все настроил. Колонна у меня уже поработала 20 минут. Давайте покажу вам все параметры. Итак, подаваемая мощность 2 киловатта. Вот это та самая мощность, на которой колонна работала свободно, не захлебываясь. Так, теперь показания термодатчиков. 28,3. Температура в верхней точке дефлегматора. 24,6. Это температура воды на выходе. Смотрите, видите, вот просто лью воду на пролив. Так, сейчас посмотрим показания манометра. Показания манометра. Ну, вот те же 8 единиц. И теперь давайте хорошенечко осмотрим царгу. Действительно, не возник ли где-то захлеб. Смотрим. Нижняя царга чистая вся. Ничего абсолютно нет. Напомню, колонна уже работает 20 минут. То есть, любой захлеб бы уже давно развился. Видите, все чисто. С самого низа и до самого верха. Все. Ничего нет. Еще раз. Манометр посмотрим. Видите, никакого повышенного давления. Все в норме. Вот такие мифы очень легко можно всегда разоблачить. Достаточно иметь визуализацию процесса. Вот стеклянную царгу. То есть, полностью, видите, сверху и до самого низа все видно. Ну, и иметь какой-то измерительный прибор. В моем случае это манометр. А сейчас давайте другую серию опытов для вас проведу. Я сверну очень плотный нижний пыш и покажу вам другой вид захлеба. Я вам покажу, как он развивается и куда идет. Вот такой вот у меня пыш стоял в царге. А давайте-ка я вот этот фокус вам покажу, который многие любят блогеры про свои путанки показывать. О, смотрите, видите, как солнышко через него просвечивает. Все зашибись. Так, вот сейчас этот пыш я сверну очень-очень плотно. Ну, обычно новички думают, чем плотнее пыш, тем лучше будет. Лучше и спенку держать. Сейчас я точно так же сделаю. Сверну его очень плотно, чтобы он провоцировал нижний захлеб. Скрутил вот такой плотный пыш. Давайте посмотрим. Ну, вот видите, да, очень плотно через него свет очень плохо просвечивает. Сейчас вставляю его в царгу. Царгу ставлю на место и начинаем новый опыт. Установил колонну. Давайте покажу вам, какие параметры настроил. Подаю 2 киловатта. Температура в верхней точке 25 градусов. Температура воды на выходе 58 градусов. И давайте посмотрим колонну. Вот приключилась с моим манометром какая-то неприятность. Не стал он показывать. То есть, когда просто он стоит, стрелка вот здесь на трехсот, не на ноль. Вроде я его не стряхивал ничего, но вот заметил, что он стал показывать неправильно. Итак, смотрите, захлеб уже начал развиваться. Давайте я вам покажу, где он идет. Вот видите, вот он, с самого низа. Вот в первом случае, как вы помните, при повышенной мощности, вот здесь никакого захлеба не было внизу. То есть, сейчас что происходит? То есть, плотный пыш просто вот в этом месте сразу же начинает способствовать тому, что флегма подвисает. И вот сейчас этот захлеб, он будет двигаться вверх по колонне. Вот такой процесс может занять довольно длительное время. То есть, если вы незначительно превысили мощность, ну, допустим, была бы у меня сейчас включена не 2 киловатта, а, допустим, 1,8 киловатта, да, вот этот бы захлеб мог развиваться, ну, наверное, в течение 40-50, а может даже часа. А так как у меня сейчас довольно-таки включена мощность приличная, ну, как приличная, 2 киловатта, помните, на ней колонна не захлебывалась, все было стабильно. Сейчас, видите, вот он уже захлеб идет. И его, видите, видно, он идет такими специфическими волнами, прям, видите, волны прокатываются, и захлеб поднимается все выше и выше и выше. И вот такой захлеб, конечно, ну, вы не сможете увидеть в своей металлической царге. То есть, его можно увидеть каким образом? Ну, поставить, допустим, сюда трубку гидроуровня. И, то есть, вы будете видеть с самого низа захлеб у вас начал подниматься. Ну, опять-таки, чтобы поставить трубку гидроуровня, ну, нужна, допустим, такая вот царга. Вот, видите, у меня такая царга с выходом. В ней, конечно, будет все хорошо видно. Так, давайте посмотрим, видите, вот докуда захлеб уже дошел. Давайте посмотрим сверху, есть что-то или нет. А сверху, видите, ничего нет. Все, вот этот захлеб, как я уже сказал, провоцирует неповышенная мощность. Вот, никакой повышенной мощности нет. 2 киловатта, все, не должно ничего захлебываться, все должно спокойненько работать. Но нет, захлеб поднимается с самого-самого-самого низу. Видите, он уже перебрался на вторую царгу. Да, интересными вот такими волнами, пульсациями он идет. Вот, манометр. Да, манометр сейчас вроде, смотрите, ожил, начал показывать. Начал показывать правильно, в принципе. Помните, захлеб у меня был в первом случае точно так же. 20. Ну, не знаю, может быть, может быть, все нормально с ним будет. Так, итак, смотрим, докуда уже добрался захлеб. Вот он уже, видите, прекрасно его хорошо все видно. А, может, как-то его вам подсветить и показать получше. Не знаю, может быть, вот так будет лучше видно. Ну, посмотрите, видите, граница эта видна. Так, итак, сейчас посмотрим, когда он доберется до диоптра. А осталось еще совсем немножко. И вот смотрите, если я сброшу, допустим, ватт на 300, то, конечно, захлеб уйдет. А почему захлеб уйдет? Во-первых, пара будет меньше, флегма будет меньше. Флегма будет лучше через этот пыш проходить. И все будет хорошо. Ну, вот все. Видите, захлеб начал проклевываться в диоптре. Вот он. То есть все, все с самого-самого низа и до самого-самого верха. Вот режим вот такой затопленной колонны с самого-самого снизу и до самого-самого верха – это режим эмульгации. То есть и на нем некоторые самогонщики работают на этом режиме. Достаточно он эффективный, как, опять-таки, утверждают специалисты. Я не имею в виду специалистов с ХД. Но, опять-таки, там, знаете, какой нюанс? То есть вот отбор нужно производить прям вот непосредственно, очень-очень близко от зоны захлеба. Захлеб контролировать тяжело. То есть здесь применяют два метода контроля такого захлеба. Ну, вот, чтобы он выше дуна не пошел. Видите, он уже за диоптр пошел туда. Либо нужно применять автоматику, которая отслеживает давление. И время от времени просто тент то включает, то отключает. И захлеб держится на одном уровне. Либо используют еще метод перелива. Такой сифон. Здесь используется специальный узел ввода в эмульгацию. И вот такая трубочка. Можно даже силиконовую сделать. Она выводится на определенный уровень. Есть у нее связь с атмосферой. А второй конец этой трубочки сливает флегму в куб. И, то есть, вот, за счет того, что трубочку в эту выше или ниже, вот этот сифон, перемещаете. То есть, уровень флегмы этим регулируется. То есть, лишняя флегма, она просто стекает в куб. Давайте я проведу еще два эксперимента с неправильным пыжом. Первый эксперимент. Подам 2,5 киловатта. И мы посмотрим, где же будет образовываться захлеб. Он будет образовываться снизу или он будет образовываться сверху. Ну, и второй эксперимент. Я подам максимальную мощность в 6 киловатт. И мы точно так же посмотрим, откуда пойдет захлеб. Подаваемая мощность 2,530. Температура в верхней точке дефлегматора 33. Температура на выходе 51,3. Давайте посмотрим для начала, что показывает манометр. Да, видите, манометр показывает 20. Захлеб колонны. Ну, зря я на манометр грешил. Вроде с ним все в порядке. И дальше давайте посмотрим, что у нас творится внизу в колонне. Видно, да? Уже, видите, захлеб начал развиваться. Ну, потому что уже колонна поработала какое-то время. И я подождал, пока захлеб разовьется. Вот он идет захлеб. Видите, он поднимается вверх. Давайте посмотрим, что в верхней части. Ну, а в верхней части, видите, пока что никакого захлеба нет. То есть при повышенной мощности и неправильном ПЖ захлеб будет развиваться, опять-таки, с самого низу. И будет идти в самый верх. Вот видите, он очень-очень-очень быстро движется. И очень быстро сейчас достигнет диоптра. И мы его, конечно, там увидим. Давайте еще раз покажу вам, что показывает манометр. А в манометре, как вы видите, давление растет. Уже почти что 40 единиц. Ну, то есть вся царга практически уже заполнена флегмой. И давление пара, естественно, возрастает. Вот смотрите, захлеб уже добрался до самого верха. Ну, и буквально осталось совсем немного. Вот я вижу, он уже начал появляться. Видите, первые всплески. Все, захлеб добрался до самого верха. И сейчас проведем еще один интересный эксперимент. А что будет, если при неправильном ПЖ, то есть при плотном нижнем ПЖ, который провоцирует захлеб, взять и подать какую-то запредельную максимальную мощность. Ну, она у меня 6 кВт. 6 кВт способен остановить вот этот демрот. Посмотрим, где будет развиваться захлеб. Где он появится, откуда разовьется и куда пойдет. Вот, смотрите, вот выключил нагрузку и флегма стекает по всей колонне вот такими вот волнами, вот такими пульсациями. Все, сейчас как флегма вся стекет, давление упадет в манометре на ноль, я проведу вот этот эксперимент с подачей 6 кВт. Флегма у меня полностью вся опустилась в куб. Видите, манометр показывает все по нулям. В ЦАРГе все чисто. Ну, и давайте включаю сразу 6 кВт. Кнопка разгона подается 6 кВт 200 Вт. Ну, я вам сразу хочу сказать, что я, конечно, уже с этим поэкспериментировал и вам буду показывать именно то место, где будет захлеб. Да, видите, он сразу же образовался в диопте. То есть, огромное количество пара, сразу же оно прошло вверх. Так, та, что флегма успела стечь с дефлегматора, пар ее сразу же здесь и подвесил. Ну, вот, вроде и все. Давайте сейчас остановлю процесс и проведем еще один эксперимент. Так, ну, все. Я думаю, что я вам абсолютно все показал. Оба вида захлеба мы с вами посмотрели. Оба мы их разобрали, из-за чего случается захлеб. Из-за повышенной мощности, где он образуется, как идет, из-за плотного неправильного пыжа, как он образуется, опять-таки, и куда перемещается. И, опять-таки, я вам показал вот эту байку про переохлажденную флегму, которая якобы захлеб провоцирует. Но, как вы видели, никакая переохлажденная флегма, никакой захлеб не провоцирует. Все тут ясно и понятно. В начале ролика я сказал, что рассмотрим тему захлеба и закроем ее полностью. Но, как потом я выяснил, вместить все в один ролик абсолютно невозможно. И поэтому с темой захлеба я буду еще работать, снимать ролики. А вы в своих комментариях напишите, какие бы вы хотели эксперименты по этой теме увидеть. А пока брать самогонщики. На этом все. Как всегда, ни голов, ни хвостов, чтобы не было на сцене. Всем добра. Скоро увидимся. Лайк поставь. Субтитры сделал DimaTorzok